Мой дорогой зритель, я Фуад Ахундов. Я очень рад приветствовать вас на канале АЛОВ, где мы встречаемся уже вторично. Необычайно признателен вам за очень позитивные и теплые отклики, связанные с нашим первым эфиром. Если помните, в прошлый раз я обещал, что каждая из наших встреч будет посвящена той или иной странице бакинской истории. Однако ее величество история внесла свою коррективу в тематику сегодняшней встречи. Вновь вспыхнувшая война в Карабахе обострила ситуацию до предела и вот уже две недели мы все живем по законам военного времени. Для людей, сколько-нибудь знакомых с регионами, уж тем более живущих в нем, эти события были в значительной степени закономерны. Может быть для кого-то на стороне этот давнишний, уже почти забытый, такой тлеющий, как казалось, Карабахский конфликт уже не представлял сколько-нибудь серьезной угрозы. Однако для людей, находящихся в регионе и знакомых ситуаций не понаслышке, ситуация была далека от своего решения. И как все серьезные противостояния, переходящие в военную стадию, Азербайджано-Армянский, Нагорно-Карабахский конфликт имеет свои причины и имеет определенные поводы, которые привели к недавнему обострению ситуации. Причины конфликта состоят в длящейся вот уже без малого 30 лет оккупации 20% территории Азербайджана. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, 822, 853, 874 и 884, принятые аж в 1993 году, остаются на бумаге и по сей день. Образованная для урегулирования конфликта минская группа топчется на месте, разрабатывая те или иные механизмы, то соглашение в Киуэсте, то мадридские принципы, то Казанская платформа. Все эти документы предусматривают безусловный поэтапный вывод войск Республики Армения с территории Азербайджана и решения статуса Нагорного Карабаха, исходя из цивилизованных принципов территориальной целостности, обеспечения прав национальных меньшинств. Однако упорное нежелание армянской стороны делать какие-либо шаги все время приводит ситуацию в патовое положение. Причем каждый раз, когда вот-вот должно быть принято решение, что-то происходит в Армении. В 1997 году готовили большое политическое соглашение. Тут взрыв внутренней нестабильности, смещают президента Левона Тер-Петросяна, политический кризис в Армении, вопрос откладывается. Затем жуткая бойня в армянском парламенте в октябре 1999 года, последний внутриполитический кризис в Армении привел к практически бескровному отстранению карабахского клана, который настолько дискредитировал себя своей коррупцией, некомпетентностью, что просто сошел с политической сцены. И вот приходит новое, такое реформистское, казалось бы, руководство в стране. Однако ситуация в Карабахе не меняется, а точнее, если меняется, то только от плохого к худшему. Безответственные заявления типа «Карабах — это Армения». Инаугурация лидера самопровозглашенного марионеточного режима Нагорного Карабаха, а в Шуше — культурные и музыкальные колыбели Азербайджана. Все это, конечно, не может не провоцировать на какие-то ответные действия. Полный провал переговорного процесса, к тому же весьма непрезентабельная обстановка в самой Армении, имеющей самые худшие показатели по борьбе с тем же коронавирусом. Пришедшее на волне, так сказать, обещаний реформ правительства ничего не смогло выполнить, и ситуация совершенно закономерна. Дело в том, что сложно говорить о сколько-нибудь поступательном развитии в стране, где лишь 16% государственной границы открыты для транзитных перевозок. Ведь на сегодняшний день граница Армении — это 1500 с чем-то километров, из них 1007 километров приходится на Азербайджан, свыше 300 километров — это граница с Турцией, граница с Грузией — 200 с чем-то километров и 44 километра — граница с Ираном. Так вот, из всех этих границ только граница с Грузией и граница с Ираном открыты в сегодняшней Армении. Вот как может нормально развиваться государство, где 84 процента границ наглухо закрыто? Государство, которое не имеет выхода к морю, которое не имеет достаточных ресурсов и которое полностью изолировало себя своими взаимоотношениями с ближайшими соседями. Конечно же, все это создает довольно сложную ситуацию внутри самой Армении, в ходе которой возобновление военных действий оставляет забыть обо всех этих проблемах и устремить все взоры на единого врага — турка, под коим подразумевается как турки в самой Турции, так и азербайджанцы, коих армяне традиционно именуют турками. И вот мы имеем то, что мы имеем, возобновившиеся с новой силой очень жесткий, жестокий конфликт, уносящий человеческие жизни. Для Азербайджана эта война отечественная. Эта отечественная война по той простой причине, что она ведется в пределах нашего отечества. Азербайджан не претендует ни на пять армянской территории. Эта война ведется с оккупационными войсками, захватившими 20 процентов нашего Отечества. И поэтому война за освобождение этих территорий является отечественной по определению. И вот сегодня азербайджанское общество как нельзя остро ощутило вот эту знаменитую фразу времен Великой Отечественной войны — наше дело правое, мы победим. Но сила азербайджанской позиции состоит в том, что азербайджанская позиция полностью соответствует международному праву. Азербайджан уважает территориальную целостность всех своих соседей. В Иране, к югу от нас, по сей день проживает, по оценочным данным, от 25 до 30 миллионов азербайджанцев. Но ни у одного здравомыслящего азербайджанского политика и гражданина не возникает идеи объединения, этакого «миацума», «воссоединения», весьма популярная в свое время идея армянской стороны. Так вот, Азербайджан не претендует ни на территорию Ирана, ни на территорию Армении, значительная часть которой была населена по большей части азербайджанцами к началу двадцатого столетия. Об этом мы поговорим чуть позже. Мы не претендуем ни на какую из территорий наших соседей. Мы защищаем свою территориальную целостность, целостность. Мы обеспечиваем суверенитет нашего государства в пределах международно признанных границ Азербайджана. Но вот парадоксальная ситуация состоит в том, что да, сила азербайджанской позиции в ее правоте, но эту правоту сегодня приходится доказывать военной силой. Это далеко не самый оптимальный способ, во всяком случае, для Азербайджана, ибо иначе мы бы не пытались как-то реанимировать переговорный процесс на протяжении 27 лет и лишь убедившись в его полной бесперспективности. А еще столкнувшись с июльской провокацией нынешнего года, когда 12 июля Армения атаковала азербайджанскую границу в Таузском районе, что отстоит от Карабаха чуть ли не на сотню километров. Но именно через этот район, граничный с Арменией и Грузией, проходит магистральный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проходит газопроводы, проходит вся энергетическая транспортная инфраструктура, железная дорога Баку-Тбилиси-Джейхан. Именно его пытались атаковать и, кстати, и по сей день пытаются атаковать вооруженные силы Армении. Вылазка армянской стороны была пресечена, однако за ней последовались всевозможные диверсии, провокации. И, наконец, очередное нарушение огня привело к контрнаступательной операции, которая длится и по сей день. Она идет тяжело, но мы все с нашими солдатами, мы радуемся за каждую взятую высотку, мы радуемся каждой освобожденной деревне или райцентру, ибо мы на своей земле. Мы не претендуем ни на чьей территории, но и не намерены уступать кому бы то ни было земле, которую международное сообщество признало, как неотъемлемую часть Азербайджана. Одновременно с чисто боевыми действиями мы наблюдаем ведущуюся уже более 30 лет войну пропагандистского характера, и она тоже обострилась с переходом противостояния в военную фазу. И сегодня мы имеем дело с грандиозной армянской диаспорой. Кстати, это был один из основных источников нашей головной боли с начала Каравахского конфликта. Огромная диаспора всячески создававшая негативные образы Азербайджана, чуть ли не как исламскому режиму, кстати, вот эта вот исламская карта разыгрывается и по сей день, и уводящая общественность от сути конфликта, пытающаяся придать ему то этнический, то религиозный характер, чуть ли не крестовый поход против ислама и так далее. Но если абстрагироваться от симпатии или антипатии, сентиментов и так далее, и попытаться дать характеристику Нагорно-Каравловскому конфликту с правовой точки зрения, то да, сегодня этот конфликт имеет характер очень тяжелого этнического конфликта. Армянская сторона при случае не упускает случая придать ему религиозный характер, но по сути дела это не конфликт двух этносов. Это не конфликт уж тем более религий, это конфликт двух принципов, одним из которых является принцип силы права, другим из которых является принцип права силы. И вот, мой дорогой зритель, задайте себе вопрос, что для вас, как для цивилизованного человечества человека, значит больше? Принцип силы и верховенства международного права, по которому уважаются территориальная целостность государств, соблюдаются международно признанные границы и в рамках этих границ обеспечивается нормальное существование всем этническим меньшинством, будь то в формате автономии или в каком-то ином формате, или же принцип жестокого права военной силы. Вот как хочу, так и перекраиваю территории. Закон джунглей. Я думаю, что любому цивилизованному человеку ближе принцип силы международного права, ибо этот принцип представляет собой единонаправленный вектор. Да, границы складывались исторически, и у любого государства могут быть какие-то претензии, и любое государство на протяжении своей истории могло иметь большие границы, большую территорию, чем сейчас, его границы могли быть иными. Но существует такой международный признанный документ, как Хельсинское соглашение 1975 года о безопасности в Европе, которое утверждает именно вот эти вот принципы территориальной целостности, уважение международно признанных границ, невмешательство военного в дела иностранных государств, и вместе с тем обеспечение прав человека в рамках, так сказать, границ каждого из государств. Это четкий, единонаправленный вектор. Это основа цивилизованного существования, и Хельсинские соглашения закрепили послевоенные границы Европы, потому что именно вот эти вот территориальные притязания в Европе привели к двум мировым войнам и к десяткам миллионов человеческих жертв. Зачем пытаться повторять этот опыт и наступать на те же грабли сейчас на постсоветском пространстве? Вот Азербайджан в Карабахском конфликте ратует за принцип силы международного права. Кстати, ни одно государство в мире на сегодняшний день, включая Армению, не признало так называемую Нагорно-Карабахскую республику. Вот все эти сепаратистские марионеточные режимы, будь то Нагорный Карабах, будь то Абхазия, будь то Осетия, будь то Приднестровье, ПМР, ЛНР и так далее, они не признаются мировым сообществом по очень простой причине. Эти образования не способны к самостоятельному существованию ни экономически, ни политически, ни в какой-либо иной форме. Они могут существовать только за счет военной помощи извне. И закрывать глаза на подобное образование — это вести мир к очередной глобальной бойне. Вот именно такого плана бойня сейчас происходит в Карабахе. Да, гибнут люди из-за территориальных притязаний, из-за нежелания Армении признать международные границы. А в самой армянской среде упорно насаждается такой доисторический топоним, как Арцах. Ну знаете, с таким же успехом можно было вспомнить Турово-Пинское княжество, существовавшее на территории современной Белоруссии и потребовать его воссоединения с Польшей или с Литвой. Это абсурд. Мы не можем оперировать в современном диалоге какими-то псевдоисторическими топонимами, образованиями и так далее. И в этом плане позиция Азербайджана более чем ясна. Кстати, должен вам сказать, что когда я пытался определить границы Армении, они составляют в общей сложности 1581 километр. Так вот, в Википедии черным по белому прописано, что Армения оказывается еще граничат с Арцахом, республикой Арцах. Пардон, назовите мне хотя бы одну страну или одну международную организацию, которая признала так называемый Арцах. Все эти Арцахи, Парцаки и всякие прочие Цаки — это все плод больной фантазии армянских идеологов. Мир не признает этих образований. И самое интересное, вот эту вот самую республику Арцах не признает сама Армения. Они заявляют, что будут вторыми, кто их признает, но они знают, что они не будут и вторыми, потому что первых не будет. Это саморазглашенное образование никогда не станет частью мирового сообщества. Поэтому единственный способ для армян Нагорного Карабаха — это признать себя гражданами Азербайджана и получить от Азербайджана все необходимое, что должно обеспечить любое государство своим гражданам, вне зависимости от их этнического или религиозного происхождения. Но я, к сожалению, не очень владею компьютерными технологиями, но я призываю, так сказать, активную часть нашей аудитории как-то посодействовать на Википедию и исключить из Википедии вот эти вот границы Армении с так называемой Арцахской республикой, потому что это создает совершенно ложное впечатление о границах Армении. Армения имеет тысяча семь километров международно признанных границ с Азербайджаном, 311 километров границы с Турцией, эти две границы закрыты наглухо, 219 километров границы с Грузией и 44 километра границы с Ираном. Вот только вот эти две небольшие границы обеспечивают какие-то транзитные перевозки. Но говоря о Карабахском конфликте, следует отличать вот эту вот видимую часть айсберга в виде вот той войны, того конфликта непосредственно в регионе, который мы сейчас имеем, от его глубинной части. А глубинная часть — это армянская диаспора, на которую в Азербайджане уже как-то принято не обращать внимания, отмахиваться не стоит, отмахиваться надо просто отдавать себе отчет, что в сегодняшнем мире существует от 10 до 12 миллионов армян, возьмем по максимуму, 12 миллионов армян проживают в мире. Сколько из них проживают в Армении? По официальным данным около 3 миллионов, реально менее двух. То есть свыше 80 процентов мирового армянства проживают за пределами Армении. Это довольно интересная ситуация. И тенденции в сегодняшней Армении не к репатриации, то есть не к возвращению армян извне в саму Армению, а наоборот. Сама Армения постоянно, так сказать, убывает в диаспору. В этой ситуации любому этносу нужна какая-то идея, которая помогла бы ему не раствориться, не ассимилироваться с тем обществом, в котором они проживают. И вот этой идеей, как нельзя лучше, как ни странно, оказывается идея так называемой геноцидальной многостональности. Идея так называемого геноцида армян, непризнание которого сейчас в некоторых странах чуть ли не криминализируется. Вообще по своей идее криминализация признания или непризнания какого-то факта, она абсурдна сама по себе. Вы не можете навязывать людям то или иное мнение. Что же касается событий в Турции в 15-м году, то это была скорее трагедия. Причем трагедия как для армян, так и для турок. Определение геноциду дается как массовое и сознательное уничтожение больших групп людей по религиозному, этническому, конфессиональному и иным признакам. Вы знаете, я считаю, что это не совсем не полное определение геноцида, потому что в таком случае любой крупный погром или резню можно приравнять к геноциду. Геноцид, с моей точки зрения, они претендуют на истину в последней инстанции, но с моей точки зрения геноцид предусматривает, в первую очередь, политику, идеологию. Вот наглядным примером чудовищного геноцида в 20-м веке является Холокост евреев. Уничтожение 6 миллионов евреев в нацистской Германии, но Холокост начался не в Освенциме и не в Дахау, и не в сороковые годы, а в 33-м году, когда к власти пришли нацисты и когда евреев на законодательном уровне сделали людьми второго сорта, когда государство поставило евреев вне закона, когда их угольняли отовсюду, когда из Австрии бегут Альберто Эйнштейн и Зигмунд Фрейд, когда евреев не допускают на должности, когда их лишают имущества. То есть это была идеология, чудовищная антисемитская идеология, которая вылилась в политику нацистской Германии. А когда нацистская Германия в начале Второй мировой войны овладевает колоссальными территориями на востоке Европы, в той же Польше, где проживало огромное количество евреев, эта идеология с политикой приводит к Освенциму, к Дахау, к этой чудовищной трагедии 20-го века. Но в основе всего была идеология и политика, а результатом было 6 миллионов невинных жертв в связи еврейского населения. Так вот, события в Турции 15-го года не подпадают под эту квалификацию. В Турции не было ни идеологии, ни политики. В Турции была Первая мировая война. Именно вот эти вот события так называемого армянского геноцида, который отмечается 24 апреля каждого года. В апреле 15-го года Турция была втянута в самую жуткую из всех баталий Первой мировой войны. Это была Галипалийская или Чанахкалинская операция, когда Стамбул пытались взять без малого полумиллионная армия союзников. И в этом сражении полегло чудовищное количество турок. Англия потеряла свыше 120 тысяч. И все жертвы этого сражения потом будут похоронены с почестями в Турции. До сих пор могилы как своих, так и чужих солдат охраняются и почитаются. И вот в этот момент, когда судьба османской Турции как государство висела на волоске в восточных вилаетах, поднимается мятеж, организованный армянскими повстанцами. Реакция была жесткой. Я никого не стремлюсь оправдать, но давайте не вырывать события из контекста. Вот в Армении эти события однозначно называют геноцидом. Если вы когда-нибудь там окажетесь, первое, что вам покажут, это памятник геноциду. И вот ребенка с детских лет ведут на эту гору и начинают промывать ему мозги. Арменчик, твою прапрапрабабушку изнасиловали, твоего прапрапрадедушку зарезали, это сделали турки. Ты должен ненавидеть турок, ты должен мстить туркам. А где турки, спрашивает арменчик. А турки для армянского обывателя, это не только жители полуострова Малая Азия и Анатолия, это еще и азербайджанцы. Я родился и вырос в армянском дворе в Баку, где люди жили еще довольно мирно. Так вот, я увидел первого турка в своей жизни в 89-м году. Я был удивлен, почему меня с детства называли турком. Причем, вы знаете, турок и турок, но вот в этот аноним изначально вкладывался какой-то внутренний враждебный смысл, который стал мне ясен годами позже. И вот эта вот геноцидальная болезнь, вот это воспаленное многостональное воображение приводит к появлению совершенно чудовищных памятников. Вот еще один памятник Сагамону Тейлеряну, эдакой народный мститель, человек, который застрелил в 21-м году, одному из турецких министров, Тадата Пашу, которого без того обвиняли в событиях 15-го года. Я никого не стремлюсь здесь оправдать. И у самого Сагамона Тейлеряна погибла семья. Это все, так сказать, имело свою подоплеку. Да, это была трагедия как для турок, так и для армян. Но вы посмотрите на художественную идею этого памятника. Человек с пистолетом в руке наступает на отрубленную голову. Слушайте, весь мир цивилизованный борется с проявлениями так называемого диалога ненависти. Hatred dialogue. Вот когда мы смотрим на этот памятник, мы не задумываемся о том, кто этот вот с пистолетом и чья это голова. Мы видим картину жесточайшего убийства. Это смакование убийства. Понимаете? Вот общество, в котором почитают такой памятник, может ли оно вырастить здоровое, нормальное поколение? Поколение, способное и желающее жить в мире со своими соседями. Почему, понимаете, вот эта вот больная идея скульптора вылилась в очень, мягко говоря, посредственное художественное исполнение памятника. Ну, художественную сторону оставим на самого автора, скульптора, но сама идея обезглавленного трупа, на который наступает нога человека, и этот человек считается национальным героем, мстителем, она изначально создает больное, агрессивное общество. Огромной проблемой Армении сегодняшней является то, что эта страна, главная святыня которой, находится за ее пределами. Ну, во всех цивилизованных государствах все святыни находятся в пределах самой страны. А вот в Армении главная святыня, гора Арарат, она находится, видите ли, в Труктуре, пардон, она находилась в составе Османской империи на протяжении столетий. В Армении очень любят ссылаться на почти мифологизированную Великую Армению, так называемую Великую Армению, которая прекратила свое существование, была разделена между Римом и Парфией в 428 году нашей эры. История становится своеобразным мифом. Так вот, территория, где находится гора Арарат, или Агрыдах, как ее называют в Турции, находилась вначале в Римской империи, затем в Византии, затем на территории Османской империи. Даже когда Россия завоевала Южный Кавказ, Арарат не входил в состав Российской империи. Вот эта гора стала, понимаете, своего рода идолом, своего рода, я не знаю, жупелом для армянского общества. Но святыня, находящаяся за пределами государства, она тоже формирует изначально агрессивное общество. Общество, которое не настроено к мирному сосуществованию со своими соседями. А результатом такого отношения с соседями оказывается то, что мы имеем сегодня. 84% армянской границы наглухо закрыто, экономического развития практически нет, никакие демократические реформы не проходят, ситуация с коронавирусом самая аховая чуть ли не на... Во всем, что и в регионе, понимаете, и вот все это недовольство направляется теперь в русло совершенно другое. Войны за Карабах, на которой армяне предъявляют свои исторические права. Понимаете, понятие исторического права не предусмотрено ни одним международным документом. В тех же Хенсельских соглашениях исторического права вы не найдете. Потому что если говорить об историческом праве, то вы не найдете точку на земном шаре, на которой не претеновало вы сразу несколько стран. Вот тот же Крым, до того, как стать частью Российской империи при Екатерине II, он входил в состав Османской империи, а задолго до Османской империи он был частью греческих колоний. Но почему-то сегодня ни Турция, как правоприимник Османской империи, ни Греция не претендуют на Крым. Понимаете, то есть в свое время Евгений Максимович Примаков, выдающийся востоковед и общественный деятель, произнес очень правильную фразу, любые попытки мотивировать территориальные претензии истории и ссылки на историю в целях изменения существующих границ контрпродуктивны. То есть они не ведут к решению проблемы, они уводят от решения проблемы. И коль скоро нам так часто навазывают исторические права, но давайте вспомним, как выглядела та же Эревань на момент присоединения ее к Российской империи. Это картина выдающегося русского художника-баталиста Франца Рубо, запечатлевшая вхождение войск генерала Паскевича, получившего впоследствии титул Паскевич-Эреванский, в Эреванскую крепость на фоне того самого вожделенного Арарата. Вот посмотрите на Эреванскую крепость, вся эта крепость утыкана миноретами. Я для сравнения покажу вам Бакинскую крепость 1860-е годы, это уже фотографический снимок, но в 1827 году просто не было фотографии, мы полагаемся на весьма достоверные картины и полотна Франца Рубо и других русских художников. Так вот, в Эреванской крепости в 1827 году было больше миноретов, чем в Бакинской крепости. Вопрос, где они сейчас? Их попросту нет. Эревань была городом, застроенным множеством мечетей, от подавляющего большинства из которых сейчас, увы, ничего не осталось. А вот единственную сохранившуюся мечеть в Армении почему-то упорно называют персидской мечетью, что само по себе является абсурдом по определению, потому что нет понятия персидская мечеть. Я понимаю, у армян очень специфичный ток, своя армяно-грегорианская церковь, которая, не сказать, отделена от всех остальных церквей. Но, пардон, ислам — это религия наднациональная, и там нет понятия персидская мечеть или азербайджанская мечеть. Есть понятие суннитская и шиитская мечеть, как существуют православные церкви, как существуют католические церкви, как существуют протестантские церкви. Так вот, и персы, и азербайджанцы, проживавшие на территории нынешней Армении, они были шиитами. Так что понятие персидская мечеть совершенно абсурдно. В центре Баку и по сей день стоит армянская церковь. Мы не скрываем того, что она армянская. Да, у нее сейчас нет прихода, это сейчас книгохранилище, но церковь сохранена. И мы не боимся того, что у нас могла быть армянская церковь. А неподалеку от нее есть лютеранская кирха, а еще в нескольких кварталах русская православная церковь, да еще и несколько. Понимаете, тут нет ничего предосудительного. В Армении всячески пытаются вытравить следы этнической группы, которая составляла большинство населения Иривани, во всяком случае на момент взятия Иривани войсками генерала Паскевича. Вообще-то Ириванская крепость была основана еще Османской империей. В 1582-1883 году. Затем в 1604 году она перешла под контроль Шаха Аббаса, это азербайджанский правитель Ирана. Она переходила из рук в руки, но с 1747 года она становится центром эриванского ханства. А главной достопримечательностью Иривани вплоть до 1914 года был знаменитый Сардарский дворец. Это было удивительное произведение искусства. По некоторым данным он был возведен в 1600-е годы богатырем Арузом и его сыновьями Зохрабом и Фарамозом. Его последняя перестройка датировалась 1798 годом и осуществлялась Махмуд ханом, сыном Гусейна Али-Хана, хана Эривани, Сардара Эривани. После взятия Эривани войсками генерала Паскевича силами офицерского корпуса в этом дворце ставится впервые комедия «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова в присутствии самого автора. А дальше дворец начинает приходить в постепенное запустение. И в 1850-е годы осуществляется его последняя реставрация, причем это была такая частная инициатива, Мирзы Кадыма Эривани. Этого человека считают основоположником азербайджанской станковой живописи, потому что именно он распишет интерьеры дворца четырьмя портретами персидского шаха Фетали-шаха, Аббаса Мирзы, Хусейна Али-Хана Каджара и мифического героя Рустама Зала. В последующие десятилетия дворец просто ветшал, разрушался на глазах. И, знаете, для русских путешественников начала XX века он был удивительным примером вот этой вот затухающей мусульманской культуры в Эриване. И дворец становится местом своеобразной граффити. На его стенах, вдохновленной его величием и потрясенной его упадком, путешественники оставляли стихи. Вот одна дама 20 марта 1895 года на стенах дворца напишет «Так вот он, памятник минувшего величия, зеркальный пестрый зал, судилище людей, Теперь блуждаете вы в области теней, а много лет назад здесь громко раздавались Могучий глаз владык и песни юных жен, а он, сардар, великий сын ислама, Он оливанский царь, он властелин людей, теперь безгласный дух, жилищ, могил, надгробий, Блуждающая тень в безмолвии ночей». 20 марта 1895 года. Не пройдет и 20 лет, и дворец Сардара будет попросту снесен, уничтожен. А на его месте уже в советское время архитектор Исраилян возводит здание винноводочно-коньячного завода «Арарат». К сведениям любителей этого напитка, каждый раз, когда вы пьете этот коньяк, Знаете, что его разливали на руинах бывшего дворца Сардара. А рядом с ним сейчас находится площадь России. Так вот, когда ее открывали, бывший президент Армении Серж Шарксян, впоследствии свергнутый, принимая президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, с академической миной на неакадемическом лице заявлял, что на этом месте когда-то находился дворец, где было поставлено горе от ума в присутствии Грибоедова. И ни у кого не возникает вопроса, а где этот дворец сейчас? А кем был возведен этот дворец? Понимаете, если проследить нашу не столь давнюю историю, то претензию азербайджанцев может быть не меньше на территории нынешней Армении, ибо это была земля исконного проживания азербайджанцев. Но сегодняшний Азербайджан не претендует на территории Армении. Если вы посмотрите на топонимику армянских городов, то за каждым из них вы увидите тюркское название. Например, Ванадзор в прошлом, Кировакан до 1935 года, Гора Кельсе, Черная крепость. Барденис до 1969 года, Басар-Кечар. А Иджеван до 1951 года, Керван-Сарай. То есть шла повальное изменение и, так сказать, фальсификация топонимики и всего. И нам более чем достаточно аргументов мы имеем для того, чтобы сегодня предъявить руководство Армении. Но мы уважаем международно признанные границы. Республика Армения — это республика Армения. Но территории Азербайджана, признанные международным сообществом, как неотъемлемая часть нашей страны, должны вновь вернуться под азербайджанский контроль. Вы знаете, вскоре после присоединения Ириванского и Нахичеванского ханств на их территории была образована так называемая Армянская область в 1828 году, которая через 12 лет само же российское правительство упразднит, включив впоследствии Иривань и Нахичевань, состав Ириванской губернии, которая будет создана в 1849 году. А в 1901 году главноначальствующий Кавказской администрации князь Григорий Сергеевич Голицын, один из ярчайших представителей российской администрации, докладывает императору Николаю I о том, что на момент присоединения Южного Кавказа или Закавказья к России в регионе проживало 45 тысяч армян в 1827 год. К 1901 году количество армян переваливает за полтора миллиона. Каким образом? Это же люди, это не приплод. Понимаете, и столь бурный рост армянского населения в такой непродолжительный исторический период мог осуществляться только одним способом – массовым переселением армян из Персии и Турции в пределы Российской империи. И об этом свидетельствуют издания дореволюционного периода. Например, записки Сергея Глинки, они так и именуются, описание переселения армян адербайджанских, потому что Адербайджан – это была одна из провинций Ирана, это южный Азербайджан, предела Российской империи. Книга, вы знаете, очень позитивно настроена в отношении армян, о них пишут как о, так сказать, соратниках русификации края, о людях, содействующих покорению региона России. Но это произведение важно тем, что оно описывает процесс переселения армян в пределы Российской империи. Кстати, вот если взглянуть сегодня на карту Азербайджана, это очень небольшая страна с территорией 86 тысяч квадратных километров, из них 20% оккупировано, и населением около 10 миллионов. Так вот, в Иране, по самым скромным оценочным данным, проживает от 25 до 30 миллионов азербайджанцев. То есть то, что мы сегодня знаем, как независимый Азербайджан, это те азербайджанские ханства, Бакинское, Кубинское, Шимахинское, Линкаранское, Карабахское, Гянджинское, которые вошли в состав Российской империи, Нахчеванское, Риванское, в результате двух русско-персидских войн. Некоторые ханства сопротивлялись. Гянджа сопротивлялась до последнего. Генерал Цицианов, убив, так сказать, взяв Гянджу, хоронят убитого хана Гянджи, Гевадхана, со всеми почтами. Но тот же самый генерал Цицианов в 1904 году не смог взять Эриванской крепости. А вот Карабахское ханство в 1905 году входит добровольно по Кюрикчайскому договору, который подписывает Ибрагим Халил хан Карабахский, последний Карабахский хан, с тем самым Павлом Дмитриевичем Цициановым, генералом от инфантерии, который обещал сохранить за Ибрагим ханом его ханские полномочия. Но не пройдет и годы, как Ибрагим хан будет убит при довольно загадочных обстоятельствах. А после Гюрлистанского договора 1813 года и особенности после Туркменьчайского договора 1828 года, когда вошли еще и Нахичеванское с Карабахским ханством, проводится граница между Россией и Персией, Российской империей и Персией. Это сейчас граница между нами и Ираном. В советское время это была граница между Советским Союзом и Ираном, наглухо закрытая с советской стороны. Почему? А потому что эта граница рассекла азербайджанцев. Это как берлинская стена. Пограничная река Араз — это своего рода берлинская стена в азербайджанском сознании, в азербайджанской поэзии, но она абсолютно не влияет на трезвость и здравость азербайджанского политического истеблишмента. Мы не претендуем на эти земли. Но понимая, что эта граница проводится искусственно, российская администрация стремилась заселить армян вдоль границы, чтобы создать этакий армянский буфер между азербайджанцами на севере и азербайджанцами на юге. Таким образом, переселяется свыше 80 тысяч армян из Персии, 40 тысяч армян из Турции, их планировали заселить вдоль реки Аракс, но армяне требуют лучшие земли, им предоставляют карабахские земли, Швейцария, рай. Это происходит в бытность послом России в Персии Александра Сергеевича Грибоедова, который в одной из докладных записок пишет, мы немало рассуждали о внушениях, которые должно делать мусульманам, то бишь азербайджанцам, чтобы примирить их с их нынешним отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить в них опасения насчет того, что армяне навсегда завладеют землями, куда их первый раз пустили. 1828 год. Произошло все с точностью до наоборот. Но в времена Российской империи не было понятия Армения. Армянская область была упразднена, на смену ей приходят губернии, Риванская, с значительным азербайджанским населением, затем Елизаветпольская, Гянджинская, куда входил Карабах. Кстати, отмечу, что тот самый Карабах, где сейчас ведутся бои, в состав вот той псевдоисторической армянской области, которая была образована с 1828 по 1840 год, не входил. Карабах входил в состав Елизаветпольской губернии, так называлась Гянджа в российское время. Так вот, в составе этих губерний, Бакинской, Елизаветпольской, Тифлийской, Кутаисской, Риванской, мы просуществуем до 1917 года. Распад Российской империи, политический хаос, но из этого хаоса возникают три республики, азербайджанская, армянская и грузинская. И опять войны. В том же Карабахе, в том же Зангизури, в той же Нахичеване. В результате регионом завладевает 11-я Красная Армия, взявшая в апреле 1920 года Баку, а далее двинувшаяся в Армению и установившая советскую власть в 1921 году в Грузии. Так вот, в мае 1920 года Анастас Микоян пишет весьма интересную записку Ленину, в которой говорится, «Дашнаки, враги советской власти, тогдашнее правительство Армении, еще не советизированный, всячески пытаются отторгнуть Карабаху Азербайджана и присоединить его к Армении, но для армян Карабаха сие означало бы потерять свою связь с Баку, источником их жизни, и связаться с Армению, с которой никогда и ничем не были связаны». Это писал Анастас Иванович Микоян, которого сложно заподозрить в проазербайджанских симпатиях, но логика была абсолютно понятной. Невозможно присоединить к Армении территории, которая даже с ней не граничит. Для того, чтобы обеспечить выход к Нагорному Карабаху, армянским вооруженным силам пришлось завоевывать азербайджанские районы Лачинский, Кельбаджарский, Зангеланский, Кубатлинский. А население этих районов, как азербайджанское, так и курдское, было жесточайшим образом изгнано из мест, где на протяжении веков проживали их предки. Знаете, история — это палка о двух концах. В истории можно накопать очень много, и, вы знаете, история... Да, конечно, ее надо изучать, но из истории нельзя делать миф. В Армении вот эта вот история Великой Армении, прекратившая свое существование в V веке, стала своего рода мифом, что уже само по себе не совсем правильно. Очень многие армянские исследователи отмечают, что армяне становятся жертвами мифологизации своей собственной истории. Тот же Давид Эказьян. Но мало того, что в Армении превращают историю в миф, история становится средством самовозвеличивания за счет унижения своих соседей. А это уже не миф. Это уже очень вредная, расистская, нацистская идеология, когда история становится инструментом самовозвышения без каких-либо оснований для этого за счет принижения соседей, с которыми ты на протяжении тысячелетий жил бок о бок. Ведь вспомним, те же нацисты, идеологи нацистской Германии во время войны против Советского Союза использовали пресловутую нормандскую теорию, что якобы в IX веке государственность русским принесли норманы, то есть германские племена, а посему славяне не способны к созданию самостоятельного государства, и поэтому их надо покорить, и вообще это люди второго сорта, и вообще их надо выселить, и вообще надо просто занять их землю. Так вот, постулаты армянских идеологов, представляющих вообще тюрок как этаких пришельцев с Алтая, мало чем отличаются от аргументации нацистов во время Второй мировой войны, и история не может использоваться таким образом. В одном из армянских селений, в бывшем Мардакерцком районе, Ардеринский район, селение Марага, в 1978 году был установлен мемориал 150-летия первых переселенцев. Марага 150, когда начался конфликт, мемориал уничтожили. Вы понимаете, уже короткие ноги. Да, сломали мемориал, уничтожили, надпись 150. А само название Марага откуда? Это же марагинское ханство в иранском Азербайджане. Откуда переселялись армяне в это селение в Нагорном Карабахе? То есть сама топонимика говорит о себе. И мы не против того, чтобы эти люди жили на территории Азербайджана, если они готовы признать суверенитет этой страны, уважать ее законы. Вы просто посмотрите на тюркские корни очень многих армянских фамилий. Причем я буду называть фамилии вот этих вот лидеров так называемого Карабахского движения. Все начиналось с академика Абела Агамбегяна. Вот если есть фамилия Агамбегян, армянский казалось бы фамилию, убрать персидский суффикс множественного числа «ан-ян», то остается «агабек», а это титул землевладельца тюркского. Или армянские писатели Сарох Ханзадян, Ханзаде — это принц. Или Баграт Улубабян, Улубаба — это прадед по-азербайджански. Или Зорий Балаян, Бала — это ребенок. Фамилия Бабаян, столь распространенная. Баба — это по-тюркски, по-азербайджански дедушка. У нас очень любят говорить о том, что в силу фильма «Мимино» долма воспринимается как армянское блюдо. Но почему-то у армянского в кавычках блюда под названием долма азербайджанский корень долмах, то есть фаршировать, заполнять. А возьмите фамилию бывшего армянского президента Кочарян Кочари. По-азербайджански это кочевой, кстати, говорящая по-своему фамилия. И, наконец, верхом всех этих тюркских корней армянских фамилий является фамилия известной звезды реалити-шоу с сильной примесью эротикой и порно-бизнеса Ким Кардашьян. Вот если из ее армянской фамилии Кардашьян убрать фарсийский субъект, с малым числом «ян», останется тюркский азербайджанский корень Кардаш, что означает «брат». И происхождение этой фамилии, видимо, имело под собой тоже очень интересную историческую подоплеку, о которой в армянской среде почему-то сейчас не принято вспоминать. Так или иначе, история — это палка о двух концах. И попытки армянских псевдоученых, псевдоидеологов присвоить себе чужую историю, они встречали довольно жесткое сопротивление не только в азербайджанской, но и в грузинской среде. Вот, например, книга Ильича Вчавадзе «Армянские ученые вопиющие камни», эпиграфом которой стали слова «Шотер-Уставели» «Не так страшусь открытого врага, как врага, прикрывающегося другом, страшусь его ласки, страшусь его улыбки». А причина была довольно простая, о ней также пишет Василий Львович Величко, который указывает, что те же самые армянские псевдоученые бессовестнейшим образом грабят грузин. Грузин они в области историко-археологической грабят бессовестнейшим образом, сцарапывают грузинские надписи с памятниковой церквей, захватывают древние православные часовни и опустелые церкви, сочиняют исторические нелепости и указывают, как на древние армянские владения, на такие области, где каждый камень говорит о прошлом грузинского царства. Разумеется, в армянской среде Величко получил сразу же ярлык армянофоба, но, знаете, легче всего навесить ярлык. А сам Василий Львович Величко был очень талантливым журналистом, и во времена князя Голицына он возглавлял журнал «Кавказ», и, понимая, что его ожидают подобного рода выпады, он изначально оговаривается, «необходимо отделять армянскую народную массу от хищной плутократии, невежественного политиканствующего духовенства и мнимоинтеллигентных пиджачников, то есть от тех правящих армянских общественных слоев, которые гнетут не только иноплеменных соседей, но и своих соплеменников, неповинных простолюдинов». То есть Величко далеко не был арминофобом, но он был достаточно объективным исследователем и кавказоведом, чьи работы в сегодняшней ситуации приобретают особую значимость. Знаете, я не хочу очень сильно уходить вглубь истории, потому что история — это наука сложная, и чем больше мы будем в нее углубляться, тем больше будем находить фактов, которые просто надо объективно интерпретировать. Но я как лингвист по специальности хочу обратиться и к своим соотечественникам, в первую очередь и ко всей своей аудитории, использовать одно великое оружие, коим является слово. Вот во всех писаниях написано, вначале было слово, да, сейчас льется кровь. И мне жалко каждого погибшего человека на этой войне, потому что гибнут молодые, погибнет генофонд и той, и другой стороны. Просто нужно научиться уважать международно признанные границы и в пределах своих границ обеспечить себе цивилизованное существование. Это единственный и возможный ключ к решению этой проблемы. Именно на этом настаивает Азербайджан, готовый прекратить сразу же все военные действия, как только оккупационные армянские части покинут международно признанную территорию Азербайджана. Но сегодня война ведется на самых разных фронтах, и мы видим дебаты глав государства Азербайджана и Армении, президента Ильхам Алиева и Никола Пашиняна. И знаете, очень многие эксперты вынуждены признать, насколько более подготовлен, аргументирован и насколько более красноречив Ильхам Гейдар Чалиев. Это, кстати, было вынуждено признать даже такой армянский идеолог, как Карен Шахназаров, который, например, не понимает, почему армянскому лидеру надо так часто использовать слово «экзистенциальный». Трудное выговариваемое слово, за которым стоит простой русский смысл – «шкурный». Он так пытается прикрыть этой фразеологией шкурные интересы армянского руководства и армянского истеблишмента. Так вот, выступление Ильхама Алиева как на русском, так и на английском языках – это пример великолепного политического красноречия, подкрепляемой мощной позицией. И вот сегодня я призываю своих соотечественников использовать это великое оружие, коим является слово. При этом русское слово, русский язык – это, образно говоря, наш автомат Калашникова. Это оружие ближнего боя. Английский язык – это ракеты среднего и дальнего радиуса действия. И, наконец, есть еще одно очень специфичное оружие точечного поражения – это французский язык. И вот владение его превосходительным господином президентом всеми этими языками, его умение донести до разноязыкой аудитории реалий карабахского конфликта, который по сути своей является конфликтом между принципом «Сила международного права» и «Право грубой военной силы» позволяет сегодня Азербайджану гордо и прямо смотреть в глаза мировому сообществу. Так давайте же поддержим нашего президента. И вот я призываю вас нести этот мессаж о реалиях карабахской войны, карабахского конфликта, о его корнях, о его предыстории и о путях его решения, коими могут быть только цивилизованные методы, оговоренные в Хельсинском заключительном акте – уважение к международно признанным границам, уважение к территориальной целостности и соблюдение человеческих прав внутри этих границ. На самом деле все не так-то уж и сложно, но нужна смелость и политическая воля, чтобы все это признать. Я благодарю вас за ваше внимание.